Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой пятидневки и, соответственно, первой торговой сессии. Как и всегда, после выходных, надеюсь, с очень хорошим настроением, которое, безусловно, необходимо для эффективных и правильных спекуляций, мы возвращаемся на финансовые рынки и начинаем продолжать анализировать, собственно, тот новостной фонд, который на рынке складывается. Сейчас нам остается потирать руки, поскольку мы буквально в одном торговом дне от мега-событий, это президентских выборов в США, борьба Илли Биндена и Дональда Трампа в самом разгаре, то, что противостояние и изменение позиционирования, опросе общественного мнения, все это сказывается уже на финансовых площадках, мы в этом могли убедиться, потому что первым, конечно же, на подобные изменения отреагировал доллар, который сделал, собственно, кульбит назад и позволил своим основным защитным оппонентам, таким как японская валюта и шуцарский франк, выйти вперед в плане роста. Это, конечно же, стало тормозом для ряда наших инвестиционных людей, потому что многие из них базировались как раз на ожидании усиления позиций именно американской валюты, и мы решили, что ничего в плане таких кардинальных изменений буквально за несколько дней до президентских выборов не произойдет. Но наши ожидания оказались ошибочными, поскольку все-таки президентская гонка – очень важное событие, и мы знаем то, что инициирование расследования со стороны Федерального бюро в адрес Хиллари Гнэттен стало причиной, из-за которого отставание, разрыв, во в числе голосов между Трампом и Хиллари, собственно, сократился. Об этом мы, безусловно, продолжим говорить, и сегодня, и завтра на утренней этаповой сессии на азиатском, в прямом эфире в 9.30 у нас будет возможность еще раз собраться с силами, подготовиться к тем спекуляциям, которые будут на повестке дня. Но мы понимаем то, что сейчас гадать о том, кто станет президентом, это не совсем правильно. Конечно же, если отталкиваться от объективной, реальной картины, которая сложилась, победу одержит Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что разрыв в дистанции между этими кандидатами Трампом и Хиллари сократился в последнее время, все равно лидирует именно Хиллари. И то, что именно она станет президентом, практически никто не сомневается. Здесь, конечно же, можно сделать ремарку в плане того, что рынок в последнее, скажем, время, буквально вот с Брекзита, действительно показывает чудеса, реализуется то, что никто не ожидает. Можно предположить, что такими стараниями мы увидим именно в овальном кабинете Трампа, и, соответственно, это сломает. Те ожидания, которые присутствуют на рынке, могут сплоцировать совершенно другую динамику, которую сейчас предвидеть-то очень трудно. На самом деле, если разбираться в теории и сделать акцент на ту позицию, которая на рынке присутствует, победа Хиллари – это то самое фундаментальное основание, которое позволит доллару дальше расти, оказывать давление на всех своих оппонентов. Что касается Трампа, то его чрезмерные протекционистские взгляды – это как раз то, что будет провоцировать дополнительную изоляцию, то, что может повлиять, опять же, на решение ФРС по процентным ставкам, и то, что может обеспечить американца стимулом уже для обратной динамики, для слабости. Это вот что касается того позиционирования, которое на рынке присутствует. Но я хочу сказать то, что на самом деле все может быть совершенно иначе. И фактором серьезного роста, к примеру, доллара, станет победа именно Трампа, а не Хиллари Клинтон. Об этом мы, собственно, узнаем уже завтра. Нам остается только продолжать спекулировать и понимать, что как только минуты темы, связанные с президентскими выборами, мы с вами снова заряемся идеей скорого ужесточения монетарной политики. Судя по последним отчетам, в частности, Non-Parm Perls, которые вышли в пятницу, у нас все больше свидетельства фундаментальных факторов и статистики, которые сигнализируют в пользу того, что мы с вами дождемся этого долгожданного решения, которое нам необходимо, потому что мы давно делаем ставку на Росдоллара. И мы знаем то, что более крутого и заряженного именно на усиление собственных позиций актива на рынке Форекс попросту нет. Кроме того, от позиции ФРС будет зависеть не только динамика на валютном рынке, но и динамика фондовой секции. В частности, мы уже видим, как эти ожидания сказываются на нисходящей динамике, собственно, индекса S&P, американской фондовой секции, фондового рынка. Если мне не изменяет память, вот закрытие пятничной сессии, восьмой день подряд в плане снижения, это самый затяжной коррекционный тренд, по-моему, даже с 1980 года. Ну, в общем, исторические прецеденты такие и имеют сейчас место быть. И мы продолжим анализировать ситуацию, понимаем то, что рынок, конечно же, переживает за то, что повышение ставок может несколько ухудшить экономическую конвентуру и, в целом, сказаться коррекционным, нисходящим недвижим образом на большинстве активов фондового рынка. Серьезно мы видим, как меняются доходности и долгового рынка, в частности, американские крыжи, доходности увеличиваются. И, в целом, именно сохранение потенциала еще большего роста доходности двух леток, десятилеток, да и, наверное, не важно, какой диапазон по годам рассматривать, это может стать долгосрочным фактором поддержки для доллара. В общем, о USDN мы еще, конечно же, поговорим сегодня. Давайте сначала начнем с рынка нефти, потому что здесь как раз тот самый позитив, о котором хочется говорить. Ну, позитив в плане того, что мы ставили наслабление и видим то, что бренд снижается. Минимальное значение прошлой недели, в целом, пятничной торговой сессии 45,08 у бренда. Закрытие чуть выше 45,57. Сейчас актив торгуется на отметке 46,24. Волатильность большая, диапазон хода значительный. Наслабление за неделю больше, чем на 10%. И мы знали то, что это произойдет. Но хотя настраивались, конечно же, на такую динамику, но не могли предположить то, что это снижение будет настолько резким и выраженным. Сейчас мы находимся возле уровня мощной поддержки, недалеко от отметки 45 долларов за баррель. И если каким-то чудом за столько руки промежуток времени, как текущая неделя бренд умудрится оказаться ниже этой планки, тогда я думаю, что мы смело можем поставить на то, что этот актив реально будет претендовать на тестирование следующей уровней поддержки 40 долларов за баррель. В частности, чтобы далеко не отходить от нефти, я хочу отметить то, что в ближайшие дни на нашем сайте появится видеообзор в несвойственном формате. Это так, формат в прелюзии, скажем. Я точнее еще сориентирую вас, когда именно он будет доступен на нашем канале на YouTube и на сайте. Это видеоаналитика, которая посвящена перспективам, опять же, нефти в преддверии заседания 30 ноября. Я думаю, что сам контент вам понравится. В любом случае, буду рад обратной связи, потому что мы считаем то, что видеоаналитику нужно развивать в этом плане. И, соответственно, если видео действительно наберет достаточное количество голосов, и мы поймем то, что вы хотите видеть именно, собственно, такой формат освещения перспектив наиболее популярных активов, я думаю, что эта практика у нас закрепится. Ну, в общем, видео появится в ближайшее время, вы поймете, о чем я говорю, когда, собственно, его посмотрите. Давайте поговорим про причины, которые стали факторами слабости нефти. Самое важное из них – это усиливающееся негативное настроение по поводу самой встречи представителей ОПЕК, нефтедобывающих стран, Нижневосточной организации, с теми странами, которые занимают лидирующие позиции по производству нефти, но не входят в этот конгломерат. В частности, скепсис действительно растет, потому что, судя по последним комментариям, мы в рамках ОПЕК наблюдаем уже не просто разногласия, а самую очевидную полярность мнений, которую преодолеть уже будет практически невозможно. Ирак и Иран дали понять то, что не будут поддерживать подобные договоренности. Собственно, Кувей, Катары и Объединенные Арабские Эмираты в четверг сообщили о том, что если инициативы по ограничению либо хотя бы по заморозке добычи не будут поддержаны Ираном и Ираком, соответственно, и эти регионы также вынуждены будут проигнорировать возможную необходимость того, что эти договоренности нужно достигнуть. Саудовская Аравия буквально пригрозила всему рынку, ну и прежде всего Ираку и Ирану, в том, что если они эти договоренности не поддержат и не проявят инициативу также по совместному солидарному ограничению добычи, Саудовская Аравия, в частности, увеличит производство нефти, задействует все имеющиеся производственные мощности и, соответственно, продолжит бороться за еще большую экспансию на рынке ресурсов и получение еще большей доли. Рынок действительно подобные комментарии явно испугали, потому что если даже абстрагироваться от того, что мы услышали со стороны Саудовской Аравии, а вернуться к цифрам, вот последние цифры, они явно указывают на то, что рынок готовится войти в новую эру перепроизводства, потому что за прошлый месяц дополнительные объемы выработки со стороны Ирана, Ирака, со стороны Ливии, Нигерии составили около полмиллиона баррелей в сутки. Поэтому совокупный объем добычи уже превысил 34 миллиона баррелей в сутки. Конечно же, с таким производством решить проблему рассинхронизации расхождения между спросом и предложением и отсутствия балансового состояния между этими категориями будет практически невозможно. Это совершенно очевидно. И вместо того, чтобы влиять на ситуацию, вместо того, чтобы ограничивать добычу, либо хотя бы держать ее в том диапазоне, который был оговорен и обсуждался в ходе прошлой встречи в Алжире, вы помните, 32,5-33 миллиона баррелей в сутки, мы напротив видим то, что производство продолжает увеличиваться и на текущий момент уже достигло исторических максимумов. Картин укушается также тем фактом, что растут объемы добычи и в России. Сейчас это 25-летний максимум и фактическая цифра 11,2 миллиона баррелей в сутки. И судя по комментариям, последним в планах России в 2017 году увеличить производство до 11,7 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, вот вам еще один негативный фактор, который указывает на то, что Brent позиционно, без каких-либо положительных и позитивных моментов, связанных с договоренностями, будет находиться под серьезным прессингом, что позволит говорить о том, что может быть бренд WTR перепишет даже своим многомесячным минимумом. Почему бы и нет? Вы посмотрите, что произошло с активом буквально за такой короткий промежуток времени, как неделя. Почему бы не предположить, что это традиционная динамика и этот нисходящий тренд может продолжить набирать силу и дальше, и оказать нам услугу, поскольку мы трейдеры, которые давно делали ставку на ослабление этих инструментов, невзирая на тот рост, который периодически появлялся в рамках этих активов. И вот сейчас наши ожидания, собственно, вознаграждены. Еще хочу отметить пару таких уже менее, конечно же, определяющих факторов. Это рост запасов нефти в США. Надеюсь, что в ходе этой недели у нас два отчета описанного и Минэнерго, которые, может быть, и не порадуют нас уже такими цифрами, как в 11-14 миллионов воролей за неделю по приросту. Но все-таки дадут нам возможность отыграть статистику со знаком плюс. Это еще не локальный фактор, а давление. Плюс ко всему Бейкер-Хьюз, количество витейных платформ. За прошлую неделю выросло на плюс 9 штук до 450, и мы с вами говорим уже практически о двойном увеличении нефтяных платформ за очень короткий промежуток времени, буквально за несколько кварталов, около 2016 года. Конечно же, это повлияет на объемы добычи нефти в США. И когда в эту среду мы с вами вернемся к статистике по запасам нефти в США от Минэнерго, проанализируем еще и отчеты по увеличению добычи в США. Я думаю, что сможем наблюдать снова прирост не меньше, чем в 30-40 тысяч баррелей в сутки. Ну и, конечно же, я продолжаю все-таки верить в сильный доллар и надеюсь на то, что победу одержит Хиллари Клинтон. Надеюсь на то, что идеи, связанные с ужесточением монетарной политики, продолжат глобироваться и обозначаться в рамках вектора ФРС как основополагающим приоритетнейшим образом. И то, что мы дождемся повышения процентной ставки, что будет, разумеется, дисконтирована стоимость доллара. Поэтому рост американской валюты должен выступить еще фактором дополнительного давления на активировки товарного сырья и, разумеется, нефти. 45 долларов за баррель. Я жду этот рубеж, жду его очень давно. Уверен в том, что среди вас также очень много трейдеров, которые разделяют мою позицию и также посматривают на этот заветный уровень, как возможность зафиксировать свой долгожданный и значительный профиль. Российская валюта против доллара. 64,31 сейчас котировки. Не свернули мы с пути неизбежной девальвации рубля. Верили в то, что она будет проявлена в паре USDRAD, но и в целом даже не только против американцев, а против ELA. И дождались наконец-таки. Наша цель 65, уверен, при сохранении давления мы сможем, собственно, говорить о тестировании планки, возможно, уже 65 до конца этой недели. Корреляция между нефтью и рублем сейчас восстанавливается, уже снова больше 70%, что явно сигнализирует о том, что ослабление нефти сейчас на хотя бы еще один доллар может быть, собственно, причиной девальвации рубля, а также на рубль, простите за татологию, против американского доллара. Наша цель 65, мы от нее пока не отказываемся. Европейская валюта против доллара. 1,1071. Здесь можно говорить, конечно же, про статистику, ее было очень много. В пятницу индексы активности в сфере услуг Германии и Еврозоны, по Германии в частности, индекс вырос до 54,2 с 54,0. В сфере услуга активности Болеврозоны, в целом, 52,8. Также вышел отчет по инфляции через индекс цен производителей. Мы анализируем плюс 0,1 в месячном выражении, против прошлого спада минус 0,2% годовой. С прошлого минус 1,9% у нас позитивная динамика и сейчас минус 1,5% в годовом выражении, что может стать причиной постепенного все-таки роста индекса потребительских цен и приближение показателя по инфляции к целевому значению в 2%. Хотя это, конечно же, пока маловероятно. Мы с вами говорили о сроках вероятных, возможных сроках достижения целевого показателя по инфляции и рассматривали, скажем, период не раньше, чем середина, наверное, 2018 года. Пока эти ожидания прежнему сохраняются. По европейской валюте нужно понимать, что ее динамика будет всецело зависеть от того, что покажет доллар. И, наверное, какой бы инструмент мы сейчас не рассмотрели, все-таки определяющей, двигающей силой будет именно поведение доллара. Ну, разве что фунт, который больше завязан также на внутренней политической тематике. Но что касается евро, здесь нам остается только сейчас прогнозировать, безусловно, пытаться определить наиболее вероятный расклад ее поведения, но окончательное движение будет зависеть от того, что нам покажет американец. В случае его роста евро очень быстро окажется снова ниже поддержки 1.10. Если американская валюта будет вынуждена пожинать плоды не самого благоприятного исхода именно политической гонки, то тогда слабость доллара может стать причиной. Собственно, полученного спроса на защиту, такой как иены и франка, от этого снова выходит европейская валюта и уйдет выше отметки даже 1.13. Но я не хочу сейчас говорить о таком сценарии, потому что его вероятность гораздо меньше, чем вероятность того, что доллар все-таки зацепится за поддержку, в том числе и политической темы, и, соответственно, окажет давление на арийского инструмента. Евро нам нужен гораздо ниже текущей значения. Поэтому давайте дополнительно визуализировать собственными силами, подталкивать американца и верить в то, что системная слабость еврозоны вкупе с политическими рисками по факту Брэйсита будет еще усилена дополнительным фактором коррекции, как роста американского доллара. Наша цель по евро-доллару это снова закрепление ниже поддержки 1.10. Фонд против американца в котировке 1.24.36. Сейчас мы видим то, что сегодня открытие с ГЭПом, в частности, фонд находится под давлением. Я надеюсь, что это все-таки логичная реакция на те комментарии, которые были отзвучены в прошлую пятницу. В частности, Тереза Мэй сообщила о том, что результаты суда Великобритании будут, разумеется, оспарены. И напомню то, что многие считают, что основным фактором роста для фунта выступило решение суда Великобритании о том, что правительство Англии не сможет инициировать запуск 50-й статьи Лиссабонского договора без соответствующего решения парламента. То есть, это, конечно же, разница с прежней позицией, потому что мы помним слова Терезы Мэй, премьер-министр Англии, которая отмечала, что эта статья будет инициирована уже до марта 2017 года, и сейчас нужно еще дождаться одобрения парламента. Но на самом деле, также увеличиваются сейчас и скептические настроения по поводу того, сможет ли парламент и будет ли, вот еще больше вопрос сопротивиться этому решению. Парламент, скорее всего, будет исходить из логичного, состоявшегося, признанного волеизъявления народа. Большинство проголосовало за то, чтобы Англия стала развиваться в автономном самостоятельном ключе. И, наверное, идти против решения большинства парламент также не будет. Поэтому, несмотря на решение суда, даже не рассматривая факт его воспалимости, мы понимаем то, что на политическую картину, либо на факт запуска этой статьи, последующего выхода Англии состава ЕС, наверное, не повлияет она. Мы можем возвращаться к старым спекуляциям на тему последствий. Понимаем то, что оценить их сейчас по-прежнему сложно. Ну, в частности, фунт еще рос на прошлой неделе из-за того, что Банк Англии нашел основание для улучшения перспектив экономической динамикой по ВВП. Считаю то, что в 2017 году ВВП Англии может вырасти до 1,4% против прошлого прогноза 0,8%. Также вы помните, что Банк Англии отметил положительную роль ослабления курса национальной валюты на показатели экспорта. Отметил также, что вклад, собственно, в результате минимальный на основные показатели динамики сферы услуга, промышленности, строительства. И в целом не видит каких-то сильных и долгосрочных угроз, которые могут повлиять в целом на Англию. Но я считаю, что нам все-таки пока такой оптимистичный сценарий примерять на динамику фунта против доллара явно не стоит. То, что фунт может очень быстро потерять все то, что набрал, это уже доказано на сложившейся исторической практикой. Фунт может сзади пройти 300 пунктов и никто даже ухом не проведет, потому что все будут прекрасно понимать, с чем это связано. Серьезного позитива на рынке по-прежнему нет. Мы ждем выхода из состава Европейского Союза, мы ждем по-прежнему жесткой процедуры, ждем то, что Англия может утратить доступ к единому европейскому рынку. Поэтому у нас нет еще поводов и системных оснований говорить о том, что пара фунта против доллара развернулась и дальше будет двигаться к сопротивлению 1,3. По крайней мере, я не хочу сейчас вооружаться такой идеей, поэтому анонсировать ее и вам не буду. Конечно же, у каждого из вас, уважаемый трейдер, есть своя точка зрения, свое видение. Думаю, что многие из вас, может быть, уже высмотрели возможность для покупки пары фунт-доллар, но все-таки я пока сделать этого не могу. Буду искать дальнейшие сигналы, которые создадут возможности для ослабления британцев и разумиться с большим удовольствием, эти сигналы вам озвучу, если они на рынке появятся. Но пока долгосрочные взгляды мои остаются неизменными, я все-таки планирую дождаться поддержки 1,20. Доллар против японской иены. Здесь стоит поговорить про статистику Non-Farm Payals, которая вышла в пятницу. То есть целый блок статистики, который он безработится 4,9%, в частности, минус 0,1% против прошлого 5%. Количество новых рабочих мест 161 тысяча против прошлого 191 тысяча. И рост зарплаты максимальной, скажем, с 2009 года. 2,8% годового выражения против прошлого 2,6%. И я рекомендовал делать даже больше акцент именно на динамику роста зарплат, потому что этот индикатор позволяет говорить о будущем росте инфляции. И, в частности, отталкиваясь уже от этих цифр, мы понимаем то, что статистика в целом оказалась довольно неплохой. Если вы в этом сомневаетесь, советую обратить внимание на комментарии Дениса Локарда, который является одним из самых влиятельных представителей ФРС. В частности, он отметил то, что данные вполне удовлетворительные. Они соответствуют тому среднему курсу восстановления, который был сформирован еще несколько лет назад. То есть, рынок труда восстанавливается. Точно такая же позитивная динамика характерна для рынка недвижимости, для промышленности, для активности в сфере услуг. И показатели ВВП, они тому подтверждение. Вы помните, рост на 2,9% по итогам прошлого квартала. Вероятность того, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки после этих данных увеличивается и сейчас составляет чуть ли не 80%. Зная то, что количество голосующих членов, которые выступают против повышения процентной ставки, их осталось только двое. И, возможно, уже после этого отчета по Non-Farm Parals мы сможем увидеть постепенное формирование явного большинства. И кто-то из них, то есть либо Джордж, либо Мейстер, изменит своим прежним взглядом и также подтвердят готовность американской экономики к тому, чтобы столкнуться с повышением процентной ставки. По крайней мере, экономические условия для этого сейчас созданы все. Единственное, что может выступить форс-мажором, так это исход президентской гонки. Но итоги мы уже подведем. Соответственно, завтра, точнее, даже до брифинга, который состоится в среду утром, вы прекрасно будете знать, кто належит победу и, разумеется, уже заметите, каким образом на эти результаты президентской гонки отреагируют наши излюбленные финансовые активы. Но, как я уже отметил, все-таки ждем реализации самого предсказуемого сценария, который предполагает победу именно Геври Клинтон, что должно выступить поддержкой для американской валюты. Сегодня пара USDCAD также открылась с ГЭПом. Мы видим то, что доллар активно начинает восстанавливать свои потери и уже находится, можно сказать, в одном шаге от прежнего сопротивления 105 йен против американца. При сохранении таких же взглядов, такого же позитивного настроя мы сможем забраться выше 105 вот уже в ближайшие часы. Почему бы нет? Из других валютных пар, USDCAD котировки 1.3386, как я отмечал, ждем 1.3350, чтобы купить эту валютную пару, то есть купить доллар против канадца в расчете на еще большее давление на канадскую валюту из-за по-прежнему более мягких комментариев от Банка Канады, из-за потенциала снижения нефти и понимания того, что доллар будет только расти. Дальше. Австралийц против американца. Котировки 0.7673, сопротивление 0.777 держится. И я снова говорю вам о том, что как раз этот рубеж, тестирование этой планки можно использовать, чтобы занять среднесрочную сделку, направленную на ослабление австралийской валюты. Доллар франк 0.9764, уверен, что победа Хиллари Клинтон поспособствует тому, чтобы очень быстро восстановился американский доллар и, соответственно, отобрал своего швейцарского конкурента все те пункты, которые были утрачены в последнее время. Нам снова нужно оказаться выше 0.98, чтобы претендовать на движение в район паритета. Евросвиси 1.0810 сейчас котировки. Здесь значение минимально необходимое для нас уже достигнуто, поэтому я рекомендую вам покупать эту валютную пару. И уверен, что мы сможем увидеть значение 1.10 в перспективе чуть ли не ближайшего месяца. Из важных событий сегодняшнего дня в 10.00 по московскому времени, буквально через 5 минут, выйдут данные по производственным заказам Германии. Но в целом мы понимаем то, что сейчас, так же, как и недели ранее, двумя неделями ранее, евро будет игнорировать статистику. Если уж евро не повелся на отчеты по инфляции, то на производственные заказы уж тем более. Но для общего развития отчет будет не лишним. В 11.15 выступление заместителя главы Европейского Центрального Банка Витора Констанцио. Послушаем о, может быть, обновленном взгляде на перспективу денежных релитов и политики. Но также считаю то, что вряд ли это выступление станет причиной повышенной обладательности европейской валюты. И снова делаю акцент на то, что основным катализатором для евро сейчас будет оставаться поведение доллара. Кодовое слово на сегодня. Трамп, величина бонуса 15%. Действует он до встречного брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Осталось пожелать вам только прибыльных сделок и попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.